Портфелем, который может это сделать через сайт. Выше качество интерфейса, выше качество клиентов. Ну и, соответственно, их маржинальность и лояльность. Вот это тоже RocketBank. Сам RocketBank – это интерфейс к банку интеркоммерс. Как бы это ни было странно, да? RocketBank – это не банк, это интерфейс. Потому что то, что есть в интеркоммерсе, невозможно работать. Ошибки ведут, ну, в интерфейсе, да, ведут к потере клиентов. Сколько раз говорили о том, что интерфейсы нужно тестировать, их нужно проверять, развивать постоянно. Вот давайте посмотрим на Альфа-банк, который недавно запустили. Удалось найти ошибку, даже не одну. Вот мы хотим выбрать карту категории Black, самую дорогую. Мы хороший, большой клиент, там, очень выгодный для банка. Мы нажимаем на кнопочку «Выбрать карту Black» и ничего. Вот карт нет. Вот она нам предлагает, вам подходит ноль карт. После этого такой маржинальный клиент просто с сайта уйдет. Кто-нибудь может ответить на вопрос, а что надо бы в интерфейсе сделать, для того, чтобы выбрать… Мне показали Black карту, где моя виза, signature, где моя мастер-карт. Можно встречный вопрос. Клиенты, у которых есть Black карту, будут искать через сайт Альфа-банка? А почему нет? Интернетом пользуются все-таки. Здесь вот есть решение этого кейса. Здесь надо вот эту вот циферку 100 тысяч переместить на 250. Я ее даже сначала не заметил. И у нас там все в порядке. Карты ищатся. А кто мешал этот ползунок привести просто? Да, да, да. Нужно подвинуть стрелку. Ну, здесь, может, из-за проектора. Вот эта ошибка, она везет просто к снижению конверсии, ну, как факт просто. Заглядывая в будущее, последняя часть презентации, в нашем видении, что сайт, он может самостоятельно генерировать выручку, зарабатывать деньги для банка и быть финансовым сервисом. И не только для клиентов банка. Тот же Альфа-банк, тот же Деньков. Вели сервисы, перевод с карты на карту. Банк на этом зарабатывает, там где-то полтора процента, это, наверное, пол процента идет банка, пол процента визе. Но не важно. Главное то, что на сайте появляется финансовый сервис для всех. У Денькова еще есть оплата штрафов. Соответственно, он тоже берет с эту комиссию. У Альфа-банка есть вот перевод с карты на карту, пополнение электронных кошельков. За это все тоже банк берет комиссию и тоже зарабатывает. Пока нет оплаты ЖКХ вообще для всех клиентов. Да, вот просто этого нет. Это, наверное, дальше будет. И самое последнее, да, что сайт-супермаркет финансовых решений. Вот здесь вот я приведу аналогию с тем, как стали сейчас сайты мобильных операторов. Например, там МТС, Белайн, Мегафон. Да, раньше они нам предлагали услуги связи, они нам потом стали предлагать продукты, они нам стали предлагать какие-то комплексные решения. В конечном итоге, вот есть у клиента жизненные ситуации, и сайты предлагают решение этой жизненной ситуации с точки зрения связи вообще как таковой, не мобильного интернета, не голосового трафика или роуминга, а вообще вот с точки зрения связи. Вот тебе и домашний интернет, вот тебе и роуминг, и мобильный интернет. Поэтому интернет-банк, он в будущем станет точкой привязки всех финансовых активностей клиента, да, это может даже быть не клиент-банк, а вообще, просто он там хочет за квартиру заплатить. А сайт-банк станет точкой активации и подключения финансовых активностей, и фактически вот мы на сайте, нажимая кнопку, да, в дальнейшем будем это просто активировать, этот банковский продукт. Нам не нужно будет заполнять заявление на кредитную карту, когда мы являемся клиентом банка. Мы просто нажмем одну кнопку, карта будет уже выпущена, нам ее доставят, да, в интернет-банке она сама подключится. Вот, так будет года через 2-3, может чуть больше. Вот последний слайд, да, о чем я сейчас говорю, да, вот у нас есть, сейчас вот структура сайта банка, у нас есть такие разделы, как нужные деньги, накопить деньги, ну, почти жизненная ситуация, то есть это уже не кредиты и там, карты, да, вот. А должно быть, вот вы хотите купить автомобиль и с точки зрения финансового сервиса, как банк может помочь. И на сайте именно вот так должны быть в дальнейшем, да, сгруппированы именно эти продукты. Вот, и этих продуктов может быть, ну, там, гораздо больше. Может фантазировать по поводу квартиры. Просто квартира, да, и какие финансовые продукты может приложить банк на сайте. Так, у меня все. Я хочу сказать удобство для модераторов. Вот вчера, кстати, выступал Альфа-Лаб, вот что значит инновационная компания. У них внизу, вот как в промо-блоках, были такие точечки заполнения, сколько прошло презентации, да. Хотя к тому, что просто прошу докладчиков все-таки соблюдать, там, лимит в 10 минут. Да. Компания Моризо, как мне сказали на последний слог, да, удаление. Антон Черноталов, Дмитрий Гришин. Добрый день. Я представитель, вот Антон Черноталов. Я руковожу студию Моризо. Мы занимаемся разработкой различных интернет-сервисов. И сейчас я своим коллегой, руководителем компании Перерус, микрофинансовой организацией, мы немного расскажем об особенностях перехода МФО из оффлайна в онлайн. Вначале я, наверное, микрофон передам Дмитрию. Итак, дамы и господа, меня зовут Дмитрий Гришин, я исполнитель инвестор компании Калифинанс, торговая марка Перерус, сервис МФО. Мы выдаем займы через интернет. Все просто, никаких визитов в офис, ничего делать не надо, на сайте я получил заявку, через 15 минут на карте получили деньги. Все счастливы, все довольны. Потом мы же с карточки эти деньги забрали, в общем, как возврат этого займа. Тематика этого доклада, этой презентации заключается в том, что в какой-то момент времени любая компания, которая выдает займы, в данном случае МФО мы говорим о них, которая находится реально физически, имеет определенную филиальную сеть, имеет офис и имеет точку продаж, и продаж может принять решение о том, что ей пора переходить в онлайн-часть. Вопрос, зачем? Ответ на этот вопрос достаточно прост, весьма. Развиваться в регионах сложно. Всегда есть конкуренция, которая дает ее много. Всегда есть много административных вопросов, всегда есть барьеры гемократические, всегда есть большие затраты, которые с этим связаны, и небольшой относительно всего этого охват. Соответственно, если мы говорим о возможном ином варианте развития, ином векторе, то тогда выход в интернет может стать спасением для компаний и следующим шагом развития. То есть маленький штат, объем, вся страна, может быть, не только эта страна, может быть, еще какие-то страны, государства, маленькие, относительно, естественно, маленькие затраты на обслуживание всего этого процесса, микрофинансирование, и простота, мобильность, отсутствие бюрократии, возможность принимать решения прямо сейчас на раз, без каких-то долгих согласований, с комитетами, советами и так далее. Все это делается очень быстро. Соответственно, можно сказать, что я делаю? В чем прелести вообще, в принципе, онлайн выдачи займов? Я говорю, в принципе, про займы это не только микрофинансовая организация, это вообще сейчас любая тема, любая организация, которая дает заемы. Нет контакта с заемщиком, реально. Мы не видим этого человека, он не видит нас, ему никуда не надо ходить. Все люди ленивы от природы, ему проще сесть за компьютер, заполнить заявку, все. Есть особенность в том, что вот это отсутствие контактов порождает огромное количество мошенников, которые хотят набрать денег и, соответственно, их не возвращать. Скоринг, который есть в данный момент у реальных компаний, МФО, его нельзя использовать для компаний, которые работают онлайн. Это разные модели, это разные люди, это разные ситуации. То есть необходимо собирать статистику, и необходимо эту статистику обрабатывать для того, чтобы построить более-менее приличную онлайн-модель работы. И, соответственно, технологическая масштабируемость. Больше клиентов, больше запросов, больше информации, больше обработки, больше мощностей, больше потребностей у клиентов и так далее, и так далее, и так далее. Это будет нескачаемая гонка. Собственно, здесь мы переходим к тому, что у нас получилось. Я сформулирую еще раз три ключевые задачи. Первая – это разработать решение, которое бы позволяло обеспечить быструю технологическую масштабируемость. И если первоначально планировалось сделать только сайт, то быстро разработать мобильное приложение, возможность приложения для соцсети, или разработать какую-то партнерскую программу, которая позволила бы запускать решение по принципу white label. И вторая задача ключевая – это обеспечить очень большой аналитический сбор информации, который впоследствии позволил бы организовывать скоринг внутри онлайн-инфо. Так как у нас секция «Пройти», то я позволю себе немного углубиться в технологические особенности данного проекта. Но прежде всего мы предложили в данном случае сделать распределенную систему и отделить фронт-энд, который вы видели в предыдущем слайде, с бэк-эндом, в котором будет крутить, собственно говоря, вся система. И если фронт-энд представляет из себя какое-то количество сайтов или мобильных приложений, функция которых, по большому счету, это обеспечить отправку заявки и возврат дальнейшего займа, то задача бэк-энда – это хранение всех данных о заемщиках, это большая CRM, это скоринг, оценка рисков, это отправка займов и сбор статистики и аналитики. Понимая, что технологически реализовать это в одной платформе будет достаточно сложно, особенно когда в дальнейшем нам потребуется делать другие фронт-энды, мы решили сделать отдельный фронт-энд от бэк-энда и плеть API взаимодействие между ними, то есть протокол, как эти системы будут взаимодействовать друг с другом. Параллельно, с точки зрения бэк-энда, потребовалось сделать достаточно много внешних интеграций. Это интеграция с SMS-гейтом, который отправляет постоянно SMS-ки либо сотрудникам МФО, либо заемщикам. Это интеграция с несколькими процессингами. Первый процессинг – это переводы между самим МФО и картой клиента. Очень часто заемщики хотят возвращать деньги не с этой пластиковой карты, а с помощью каких-то других способов, и для этого мы подключили отдельный процессинг, который обеспечивает все возможные варианты оплат для возврата займа. Это достаточно большое количество интеграций с разными базами данных о плохих заемщиках или о каких-то проблемных клиентах. И это интеграция с IP-телефонией, которая позволила вести внутри CRM-а бэк-энда аналитику по истории всех звонков, которая позволила записывать любые взаимодействия между заемщиками и МФО. С точки зрения фронт-энда подобная архитектура позволяет реализовать создание неограниченного количества фронт-эндов. Это может быть веб, это может быть какие-то... ДНР.